Это здание общины Варны, главного органа самоуправления города Варны, и возле него сейчас проходит митинг протеста. Мне хочется показать вам, как это происходит в Болгарии. В частности, в Варне. Ну, хотя сейчас темно, но, по крайней мере, что-то вы увидите, и что-то я вам прокомментирую. Здесь такой перекресток, очень оживленный. Движения оживленные, и сейчас время, когда люди возвращаются домой с работы, и тем не менее, все движение приостановлено. Ах, и так интересно. Значит, совершенно терпеливо ждут водители. И общественный транспорт стоит. Невозможно двигаться здесь, но вообще никаких возражений нет. Вот сможете себе представить, что произошло, если бы такое случилось в Москве, например. Гудят это автомобилисты в поддержку протестующих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В первую очередь молодых. Сейчас будем разбираться, против чего они протестуют или за что выступают. В первую очередь молодых. Ну раз про Олевского вспомнили, значит против неправильной политики власти, за свободу народа и за лучшую жизнь. Я так думаю. Мы послушаем, что говорят. Ну да, требуют, чтобы зарплату подносили, минимальный прожиточный уровень. Кстати, у нас сейчас в Болгарии 50 лево и 350 лево. А правительство, которое не хочет, чтобы народ жил лучше, нужно отправить в отставку. Но не смотрим, что я хотела, в результате культуры, в детстве, но не отступают, как всегда. Олсашка! 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 Протесты, видите, пришли с собаками разных размеров, с детьми маленькими, разных возрастов, что-то и в колясках, и на шею у пап, и за ручку маму держит. Значит, понимают, что обеспечена полная безопасность участникам акции. Ну, конечно, что все проходит официально, с разрешения мэрии, и чего им опасаться. Субтитры подогнал «Симон» Вот автобусы стоят, машины сворачивают, если у кого-то есть такая возможность, на небольшой улочке, чтобы объехать это мероприятие. Ну, а те люди, которые не в состоянии ехать домой, они присоединяются к этому митингу. Да, мне, похоже, тоже придется помитинговать сегодня. Атесты продолжаются уже целую неделю. Каждый вечер после работы люди приходят сюда для того, чтобы очередной раз сказать, что у них есть свое мнение, которому обязаны прислушаться власть имущие. За все это время не произошло ни одного инцидента, ни со стороны протестующих, ни со стороны полицейских. Кстати, движение нормально организовано. Во время протестов теперь автобусы и машины едут по другим параллельным улицам. Так что все нормально. Кто хочет, едет домой. Кто хочет, идет выражать свое мнение. А что это дает? Ну, по крайней мере, власть имущие понимают, что к мнению народа надо прислушиваться. И сегодня в Болгарии, например, размер минимальной заработной платы самый низкий в Евросоюзе. Но он составляет 260 евро в месяц.